Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня я дам вам 10 малораспространенных, но мощных советов. Каждый раз, когда вы выступаете публично, можете их использовать. Я удивился, когда прочитал немало статей в интернете. Там есть как довольно хорошие, так и не очень советы. Я нашел множество вещей, которые авторы упустили. Итак, я надеюсь, если вы посмотрите это видео, вы скажете, я не знал ничего из этого, я буду использовать это в своих выступлениях. Перед тем, как начнем, я буду признателен, если вы поставите лайк под видео. Таким образом, больше людей увидит это видео. И если вы хотите больше информации, если вы хотите узнать о новых видео, убедитесь, что подписались на наш канал. Я говорил об этом в прошлых видео, но у меня есть новые скрытые видео, которые могут увидеть только подписчики. Так, если вы не подписаны, вы упустите эту информацию. Итак, начнем. Речь. Почему она так важна? Друзья, речь одна из наиболее очаровывающих вещей, что вы можете сделать. Я считаю, это то, чему нужно научиться. За это мы несем ответственность. Я чувствую, что могу помочь другим вести за собой группу людей. Настолько это мощный инструмент. Но это из тех вещей, которых мы боимся. Множество людей пугаются одной мысли об этом. Ведь может случиться нечто плохое. Поверьте мне, ничего плохого не произойдет. Я как-то застыл перед толпой, и они взбодрили меня. Я смог пройти через это. Было мучительно, но это произошло. Итак, начнем. Номер один. Наблюдайте за другими. Поэтому всякий раз, когда я был на New Media Expo в Лас-Вегасе, у меня была возможность наблюдать за дюжины других ораторов. И это было здорово видеть, как они показывают разные стили. Один из моих любимых, Ян Клири из Дублина. Потрясающий оратор. И теперь мой хороший друг. Я наблюдал за ним, как он вел себя и двигался. А затем были и другие ораторы, которые были не так хороши, что придало мне немного уверенности, потому что я подумал, окей, может я не так хорош, но я могу лучше. Я думал, что могу вести толпу немного лучше, чем остальные парни. Итак, иногда приятно, когда вы наблюдаете за другими и понимаете, как далеко вы зашли. Итак, номер один. Наблюдайте за другими. Номер два. Расслабьтесь. Я должен признать, что до того, как выступить на Нью Медиа Экспо в Лас-Вегасе, менее чем за 24 часа, мне предложили выступить еще раз. Я просто вскочил от удивления. Мне была предоставлена возможность. Я сказал, я сделаю это. И буквально доделывал слайды за несколько минут до выступления. Оставалось немного, но я был достаточно взвинчен. Я нервничал, потому что мой друг Пэт Флинн рассказывал, что он подготовился к выступлению около двух месяцев назад. И это было пугающе. Я никогда не видел, чтобы кто-то так готовился. Он вложил в подготовку 70-80 часов для речи продолжительностью в 40 минут. И я был просто потрясен, как он облажался, ведь я не готовился на таком уровне, но я выступил, и все прошло очень хорошо. В отличие от Пэта, я узнал о своем выступлении за 24 часа. Я сказал себе, Антонио, расслабься, все пройдет отлично. Это все для меня. Я переживаю, потому что побаиваюсь толпы. И тогда я понял, что страх выступить перед людьми исчез. Возможно, мне не нужно готовиться так, как это делал Пэт. В 80-90% случаев это помогает. В случае этого выступления у меня не было так много времени. И знаете, друзья, дело в том, что я чувствовал себя просто-напросто лучше, потому что я следовал простым следующим шагам. Итак, переходим к номеру три. Повторим. Первое. Наблюдайте за другими. Второе. Успокойтесь. Третье. Приедьте раньше. Я понимаю, что звучит очевидно, но на свое первое выступление я пришел на 15 минут раньше. И вот почему это важно. Нужно было решить некоторые моменты с людьми, попавшими в презентацию. Так, если бы я не приехал раньше, я бы не смог их поймать и задействовать. Вот история получше. Крис Даккер представлял виртуальную поисковую кампанию, но организаторы не пускали большую часть аудитории, которые зарегистрировались через его веб-сайт. Он пошел и навел шума. Я не знаю, насколько правдивая эта история, они вызвали охрану, но вы можете поверить, когда он начал выступать, через 10 минут зал аплодировал ему, потому что он постоял за них. Он приехал раньше, он приобрел друзей, и не важно, что он говорил. Все писали об этом в Твиттере и других платформах, о том, как он за них постоял. Итак, приехав раньше, я не говорю, чтобы вы начали бороться, но встряхнитесь, встретьтесь с людьми, потому что это переносит нас к четвертому совету. Знайте свою аудиторию. Здесь я собираюсь рассказать о демографическом взгляде. Осмотритесь, что за аудитория перед вами. Однажды я выступал перед военными. Я рассказал о своем опыте в роли офицера морской пехоты, и о том, как это мне помогло в мире бизнеса. Я оглядел аудиторию, узнал, что около четверти аудитории – ветераны, что и дало мне хорошую идею использовать армейский жаргон. Но будь это другие люди, то это было бы глупо. Если бы там не было ветеранов, я бы немного изменил свою речь. Я должен знать аудиторию, чтобы добавить творчество. Посмотрите на людей. Сейчас я выступаю на видео. Смотрю, как много человек будут использовать это видео. Это большая группа или же ограниченный круг лиц? Понимайте свою аудиторию. Знайте демографию. Номер пять. Взаимодействуйте с аудиторией. Это, возможно, мое любимое, потому что это требует небольшой работы, но выплачивает большие дивиденды. Когда я выступал в первый раз, я нервничал. Я смотрел в зал и видел друзей, зрителей. Я занимался целый месяц до выступления, чтобы взаимодействовать с кем-нибудь, особенно с друзьями, которые пришли поддержать. Я смотрел в зал, и там было около 15 человек, которых я знаю по имени, 10 из которых я называл друзьями. И я чувствовал себя замечательно. Даже если я засомневаюсь, я посмотрю на них и увижу улыбающиеся лица чирлидеров, которые говорят, «Ты сможешь, Антонио!» Так становится гораздо проще, когда ты держишь зрительный контакт во время разговора. Дайте им понять, что они значимы. Смотрите им прямо в глаза. И говорите с ними. Когда вы будете смотреть на них, кивните головой, тогда они вылезут из своих смартфонов, из компьютеров. Так вы добавите немного действия, что очень круто. Особенно, если вы смотрите на кого-то, спрашиваете, согласны ли они, а они смотрят прямо на вас и кивают. И они задействованы, даже если они в другом конце комнаты. Лучше, если вы охватываете взглядом человек 20. Люди сами будут стремиться к вам. Кроме того, работая с аудиторией, хорошей идеей будет знать экспертов среди них. И это использовать. Итак, мы поговорили о том, что нужно знать аудиторию, привлечь аудиторию. Вы можете сказать, что они похожи. Но одно, когда я знаю свою аудиторию, я могу задать вопрос, скажем, как с Джоном Ломером. Он эксперт в Facebook. И он мой хороший друг со студенчества. Он был в аудитории, когда я что-то говорил о Facebook. Немедленно посмотрел на него и попросил Джона подтвердить, что я сказал. Это займет всего пару секунд. Это даст мне время, чтобы выпить воды. Также позволяет сделать эксперту Facebook Джону приятно, так как я выставляю его перед всеми превосходящим других экспертов. Вот я в своем выступлении способен вести себя так, как будто знаю людей. И привлекаю экспертов для подтверждения своих слов. Итак, это касалось привлечения аудитории. Номер шесть. Всегда носите с собой топор. Нет, не такой. Вы знаете о моем военном прошлом? Бонус тому, кто в комментариях отгадает, что за род службы любит томогавки. Для морских пехотинцев – это кабар. Итак, номер шесть. Добавьте истории. Все мы любим истории. И, возможно, вам интересно, что за история скрыта за этим томогавком. Но вам придется подождать. Все люди любят слушать истории. Всякий раз, когда вы можете рассказать подходящую историю, дерзайте. Рассказывайте четко. Не ходите вокруг да около. Очень просто потерять людей, когда вы рассказываете пять-десять минут не о том. Поэтому убедитесь, что вы разбили ее на пункты и можете сфокусировать их влияние на каждом. Номер семь. Будьте уязвимы. Это действительно сложно для большинства людей, потому что они думают, что быть уязвимым – значит высмеивать себя. Или что-то вроде. Я считаю, что лучшие выступления – это те, которые вы разделяете с людьми. И я здесь довольно откровенен. Суицид – это тема очень личная для меня. Это касается моей семьи, касается меня, когда я был офицером. Я активно старался помочь людям, о чем я и рассказывал в выступлении. Я не хотел, чтобы всем стало плохо. Я просто хотел сказать, что я не боюсь говорить о том, что у меня на душе. Вы не поверите, как много людей проникнутся в вами, когда вы раскроетесь. У каждого был такой же опыт. Кто-то захочет рассказать свою историю. Это поразительно, насколько сильную связь с людьми вы можете установить. Вам нужно набраться смелости, открыться и быть самим собой. Итак, номер восемь. Не стойте столбом. Не чувствуйте, что вас прибили к стойке. Люди, выступающие в выступлении за выступлением, просто стоят на месте. На Нью Медиа Экспо в Лас-Вегасе мы были со своим другом Джоном Думасом. Он представлял Entrepreneur on Fire. Во время выступления было около 20 человек в помещении. Он сказал, давайте тут кое-что поменяем. Мы освободили центр комнаты, сделали круг из стульев. Подобие игры горячее сиденье. И это было реально круто. Мы узнали всех предпринимателей. И Джон Думас помогает поговорившим предпринимателям. И он мог дать каждому совет. Один на один. Он, кстати, тоже бывший ветеран. Он достаточно веселый. Джон показался очень ценным для этих парней, потому что он правильно обставил комнату. И вместо пустого помещения он создал достаточно интимную обстановку. Каждый выходил и говорил, вау, это лучшее выступление. Я наслаждался, когда наблюдал за этим. Номер девять. Хорошие вопросы. Не бойтесь позволить людям задавать вам вопросы. Если они этого не делают, то у вас должна быть парочка хороших в запасе. Ответы на вопросы создают видимость того, что вы контролируете ситуацию. Например, можете сами ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. Номер десять. Не уходите. Оставьте время в конце, чтобы поддержать связь с людьми. Всегда в завершении своего выступления я останавливаюсь перед публикой. Возможно, кто-то хочет что-то сказать. Конечно, вы не сможете ответить всем за десять минут, но вы можете поделиться визиткой, чтобы вам оставили сообщение. Возможно, у вас есть больше времени. Но оставьте время для людей. Это очень важно. Не важно, что произошло во время выступления. Главное, запомните, люди могут забыть все, что вы сказали, но они никогда не забудут, что они чувствовали. Убедитесь, что вы помогли людям. Найдите что-то общее и постарайтесь решить некоторые проблемы. И запомните, вы можете заставить их чувствовать себя прекрасно, что сделает их важными. И я вам говорю, если вы сделаете это в своем выступлении, это будет убойное представление. Друзья, берегите себя, выступайте со стилем. Пока.